всем привет дорогие друзья вы на канале мплейн меня зовут олег и это новая серия по прохождению игры day is gone как всегда усаживаемся поудобнее завариваем себе чего есть вкусненького и продолжаем так встретить другим химмэносом доком химмэносом погнали встретимся с доком химмэносом слушай я тут новенький меня зовут дикон сын джон приятно познакомиться я элла салаза зови меня просто салф так это сюда надо таскать уши как ты догадался слушайте 8131 можно будет заглянуть к эту технику байк у тебя-то как дела натер себе валды на заднице пришел к доку попросить василию х это как не слышу да ладно я стягусь боли я не чувствую док дал мне оксикодон ядреный короче нормально что на тебя как-то не в ту сторону повлиял по ходу лейтенант заходил что ли нам выпрашивала удока да решил тебе сказать ну ладно спасибо увидимся если размер жить будешь только не лезь больше в драки ну не обещаю док знаешь мы пары с я тут подумал я давно не выбирался водище теряю хватку вы серьезно хотите поехать или сам гонял на байке пока мир был прежним ну ладно поехали к брал долг куда-то собрались погулять я давно не был на вылазках я хотел поехать вместе с капралом это исключено короны но он уже меня если с тобой что-нибудь случится заменить тебя будет меня я за ним присмотрю свободен капрал я уже бывал водище я понимаю но повторюсь если с тобой что случится я даже не знаю что я что я буду делать да ладно мне тоже это кажется да что полковник такой себе полковник так давайте немножечко 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 еще прогуляемся понятно можно как-то одной кнопкой это все нет стволами точно дружище нужно пушки у меня есть если у меня нет значит их вообще нет понимаешь да ты расскажи буду иметь ввиду как все прошло ты про лейтенанта вы таки сержант месяц недоступен до я так понимаю доступно будет только со второго уровня до если будет доступно давайте зайдем у это кир чем помочь не чем разве что у тебя есть днк синтезатор нет но у ford clam от есть магазин запчастей у них возьмется вообще-то я знаю где такой но в твоей лабе кловер для этого надо всего лишь как-то перебраться через горы ну да это же невозможно ты знаешь как туда попасть он знает дорогу через город повезешь или нет оденься потеплее слушай если опять скажешь спасибо я и все сложно будешь готовы дать куда-то собрались лейтенант мы возвращаемся обратно а я тут давеча в прошлой серии спрашивал увидим ли мы еще железного майка всех остальных мы увидим благодаря дику то есть капралу сэнджон я значительно продвинулась спасибо что назначили на мой проект лейтенант увер тоже добился успехов говорит концу недели будет готов испытать свое оружие и я в курсе я тоже близка к цели вы же понимаете что вы ценнее любого оборудования технику можно заменить а вас нет я уже бывала водище и вполне могу постоять за себя удачи лейтенант капрал идемте как убедим на проект вы его чем он там занимается слушайте на прикольно прикольно чему вообще вся эта показуха что все эти обращения по уставу звания униформа как то все это бессмысленно тебе не кажется оглянись ты же служил в армии должен понимать это другое дело почему тогда в мире было больше людей не знаю потому и армия была для чего-то нужна по-моему сейчас она нужнее почему потому что вокруг царит хаос нам нужен порядок и дисциплина иначе мы не выживем я видел много лагерей где люди живут нормально хотя никакой полковник их там не строит знаешь что забавно но к вопросу бессмысленности жизни по уставу нет что я ведь также думала про ваш мотоклуб у вас же там были звания дорожный капитан президент у вас были жетоны нашивки татуировки как будто своя форма и когда вы выезжали на дорогу смотрелись если наборы до внимания не обращать даже конец света жиле . да я еще поговорю с полковником может разрешить сменить форму я прошел у дежурных солдат случилось какого хера не видел что это вы приказ полковника следить за тем чтобы никто не попытался уйти в самоволку обвиняйте меня в самовольной отлучки нет так уйдите с дороги капрал почему вы до сих пор здесь не путаетесь под ногами дамам простите мы мне придется доложить доложи мы салатой остановки чувствует мать о том что смысл он сказал что подаст на тебя рапорт как мы это воспримет полковник скажет ему чтобы знал свое место и не ставил под сомнение слова офицера боже мой что такое ничего просто отсюда такой вид поразительно да я просто уже не замечаю ну не обращаю внимания как можно не замечать дух захватывает ну да ну да благодарный мир встречает новый рассвет если бы ты целыми днями пялился в микроскоп то оценил бы о я ценю проснуться с утра живым это знаешь намного лучше другого варианта скажу тебе честно было время когда я в это не верила ну что можно жить надежды на следующий день я тебя понимаю чем ты жил ну как держался не знаю упрямством одним держался слишком был прям чтобы сдохнуть я тебе не верю я ведь сдался сара правда а потом не знаю бухарю сожгли руку и мне пришлось я же не мог допустить чтобы он умер я смотрел как он борется хотя казалось бы какой смысл нихера же ведь никакого смысла наверное я не хотел не хотел его подвести поэтому я не мог пойти этим путем а потом выяснилось что ты жива и вот в этот момент мне по-настоящему захотелось покончить с собой нет серьезно потом я вспомнил что у тебя мое кольцо вот ради него я и решил держаться думал сгоняю заберу его у тебя в итоге вон какой точно все еще наладится ты ведь это знаешь ну да ты меня пытаешься убедить или себя так когда закончится ваш очень насыщенный разговор мы уже до подъезжаем тоннелю делся так помоги мне его сдвинуть боже это что такое это сигил предупреждение от упокоителей я уже соскучился по ним упокоители они резали себя поклонялись фриком хотели быть как они вот что случалось с теми кто не хотел быть как они что если мы на них наткнемся не наткнемся поможешь или как их уже нет но как босса и его уже нет они может быть еще и есть конечно наверняка но поса их него уже точно нет без нее не проедет вперед на так погоди тут придется протискиваться господи понятно почему все побросали машины это еще что вот на был на прав есть туннель по которому мы с бухарем постоянно ездили это все перед постом на выстроилась пробка длиной в милю этот нагрянули фрики звучит ужасно я видал и похуже но да интересно тая лаборатория до которая она работала тут я с охранником челсо понятно электричество есть но это меня не удивляет на крыше стоят солнечные батареи были слухи про генератор на ядерном топливе но своими глазами не видела ну и как мы с тобой туда попадем сейчас покажу раз уж тут и есть электричество сара и рену и такер номер 20 07 659 ну ни хрена себе какие у вас тут больше двух лет прошло аэри неразумно она немногим больше чем помощник смартфона аэри автономный интеллектуальный рабочий интерфейс боже мой что такое ничего просто ничего себе ты смотри сколько тут еды не понял как это все не засунула а растительная система же вся на автоматике пока есть энергия все работает само по себе это хренеть тут прямо все есть еда тебе и вода и электричество здоровенная града удивительно что тут никто не поселился все-таки это 8000 вольт попробуй сюда суньте пусть и на так хороший лагерь был бы ты помни можно здесь поселение организовать не все так сладко да гладко да ладно куда они появились что случилось жить сраные вороны совсем охренели они заражены поэтому стали такими агрессивными поэтому стали занозой в заднице наверное можно вылезать потихоньку ну и что тут произошло что сара они все они ведь здесь все работали да кто-то расстрелял их когда они пытались уехать я тоже об этом подумал мне кажется что здесь было какое-то секретное исследование которую вот эту барышню возможно не посвящали когда начался предположительный апокалипсис который сейчас происходит они решили зачистить все кто работал кого смогли найти просто зачистить чтобы не было слива информации по поводу возможно даже этот вирус которым заражены был разработан вот в этой лаборатории опять же это моя догадка потому что по-другому я не могу понять зачем охраннику расстреливать все это чисто ну то нелогично если он просто хотел всех убить в чем логика и по чем смысл этого но вот если он хотел их зачистить из-за того что они что-то знали тогда да тогда это логично посмотрим пока мне кажется что это зачистка было и сейчас мы возможно узнаем об этом здесь не работает пошли тут есть еще одна ладно так почему это как я там а или почему на воротах она работает на двери нет я удивлена что она вообще работает я помню наши айтишники постоянно жаловались что система падает и это при еженедельном техобслуживании а прошло сколько два года значит два года больше два года и месяц почти на мне кажется мы сейчас той лаборатории много чего нужно что такое почему они не работают что не говоришь сюда никто не может пробраться кто-то уже здесь вашу мать ну да так и есть они закрыли мне доступ уже дверь открыли вход есть есть вариант идем служебном корпусе есть пожарный выход так наверняка они и его тоже заперли никакие они ничего не запирали это наверное просто глюк там уже аварийные выходы нельзя заблокировать существуют протоколы безопасности на котором всем плевать вот называется никогда ты штанты за кого меня принимаешь за грязного байкера что ужас не знаю что там произошло на парковке но я тебе говорю через этот забор никак нельзя перебраться я этих людей знаю и если джин там он спустим это который стерег ворота охранник этот кончен я чуть не пристрелил очень давно и с тех пор много изменил два года назад только не к лучшему номер 2 007 659 вот видишь те двери наверно просто сглючили ты готов просто сглючили у меня правило просто никому не да это самый прекрасный план как у меня конечно круто можно что это за отряд был установился прикол а что они сделали типа я все-таки был правда центр рабочие они тут читаю это что-то творят на эти улыбнемся немного можно да что-то говорит пробу надо подняться по лестнице не пройти через и пока дойдешь хилка нам пока не нужно давай мать выход заперта подожди номер 2 007 659 я тебя не понял заблокировали ух ты она это отменила я тоже так думаю да открывай я пойду первым нет теперь мы пойдем вместе ребята немножечко опа лазер увидел так мне нужен там мега ночи это будет круто но это тоже классная вещь мне очень нравится заливаешь прям топчик давай мать еще разок сара ирен вытекер номер 2 007 659 вот так станет и отключен нахрен голосовать и готовы полиция уже в пути остановитесь и вы не пострадаете джим стой ух ты ублюдок ну сама говоришь много изменилось пишите на офис здесь тревога тревога то есть они здесь жили да сейчас охрана расследователь служебный корпус они здесь жили питались насколько я понимаю то что растет на территории да внимание по нарушителям разрешено стрелять на поражение ага это я понял ну давайте патроны подберем разрешено стрелять на поражение стреляй на поражение нахера они когда перепели их исследователи нам не сюда ладно порядок понятно отмена блокировки и отключен нахрен голосовать ты каждый раз будешь говорить и отключи все равно бы мы так угодили прямо в западню на эту дверь с той стороны все пушки сейчас нацелены нам нужен другой вариант да и да и да и да и какой-то выход на крышу на это мы закончим кондиционер ты сможешь залезть на крышку да что ты придется лезть тебе заберись туда и открывай огонь не должен пока не все смотрят вверх я зайду отсюда и застану их врасплох слушай да это очень хороший план но есть одна проблема дверь замки ты не забыл счет пойдем у меня есть идея какая ну 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 приложи ладонь к сканеру что ты делаешь а ты хочешь меня запрограммировать твое полное имя и номер 5 4 2 9 0 0 9 запомнил 5 4 2 9 0 0 9 давай если помоги забраться зала саму готов слушай ты только не рискуй ну ладно давай давай 5 4 2 9 0 день погнали пускайте меня на эту вечеринку все это все нет это я конечно сильно это я конечно сильно дал смысле не победишь а кто победит а этот ранник давай залутаем где я тушь это раскидывал их и погнали версты закрыта ладно ладно вы скажите что вам нужно он через мы просто защищать только давай там снаружи столько мертвых джим это ты их всех перестрелил а это он не понимаю чем вы говорите а за что что они такого хотели то вернуться домой к родным привезти их сюда но ты им не позволил я не могу не заставляйте давай давай я считаю до трех нет 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 раз вы не понимаете два нельзя этого делать а зачем он живой когда можно было его просто руку привозить что вы делаете не понимаю не беспокойся мы все знаем пожалуйста не надо отпустите извини мы просто не можем рисковать хочу на нифига себе а я не хотела верить ты о чем сейчас это же все моя вина я не понимаю о чем ты я должна была сразу понять раньше мы тут растили копытника и магонию и и вдруг все изменилось и они все перекрыли лишили меня допуска дэвид он проходил у нас практику а я ему сказала что у нас большой фарм бизнес что у нас у нас хай-тек и все такое что на кону миллиарды долларов так что не надо мутить воду а он не послушал он влез в систему обошел защиту он сказал мне что это какой-то супер секретный госпроект или что то там секретный проект он хотел стать следующим сноуденом он хотел лично вытащить это все на свет божий дэвид горман изобличает империю зла и спасает мир ну ты понял а я не стала его слушать дикон я сказала ему что он просто параноик и видимо он пробрался сюда и раздобыл какой-то образец я не знаю что за дрянь они тут стряпали погоди я ничего не понимаю и конечно это уже потом у меня пазл сложился в тот день когда меня ранили я я поехала в офис кловердейла фэрвэлли я хотела отыскать дэвида но его там уже не было он две недели как уехал в портленде проходила большая конференция экологов видимо он поехал на встречу с репортером наверняка был уже заражен но еще не знал этого о господи а через два дня через два дня все на этой конференции уже подхватили заразу они сели на самолеты и по домам неделю спустя два с половиной миллиарда человек погибли сара нет ты в этом не виновата ты не могла его остановить как бы ты его остановилась это исследование мой проект был частью всего этого дикон я к этому причастна я меня меня использовали то есть отчасти я был прав этот вирус был произведен в этой лаборатории она участвовала в разработке этого вируса но я был не прав в плане того что я думал что эта лаборатория еще работает но оказалось нет то бишь тот момент когда она работала в этой лаборатории произвели вирус заразили кучу людей я так понимаю все из вышестоящего общества тоже заразились тоже отъехали почему-то остались охранники наверное они не общались ни с кем между собой и колонизировали эту территорию ну такое в принципе отчасти да это я был прав отчасти я был не прав такое можно было намного не знаю намного круче это все завернуть зала что мы просто прошли на территорию убили охранников нашли этого одного охранника он приложил руку от грудном доступ мы зашли забрали что нам нужно вышли узнали что этот вирус был произведен здесь ног как отключить электрическую ограду питание вырубить это в здании рядом с теплицами а зачем ну просто тут много еды и я подумал надо бы связаться с бухарем сказать ему идите ну то есть всем в лос-лейк сообщить ты сможешь сама погрузить да смогу ладно я я быстро давай ты хочешь в лос-лейк съездить или что видимо да а нет нужно отключить электричество опа генераторная наверняка вот это здание наверняка машина на синавизацию кстати с с чёрным я понял так надо сканить где у нас гнезда гнезда где гнезда виднаде гнезда где гнезда 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 Есть. Могете, умеете. Горите, твари. Минус 3. Вороны такие, я бы не сказал, что они прям сложные, они в большинстве соленера неприятные, так как и волки были до этого. То есть, фриком ничего, ладно, хоть что ты ставишь, в принципе, не так уж сложно, единственное, что когда орда, тогда-да-да-да-да, ну, беги. Вон еще одно гнездо, да, где тряпка висит. Да. Что они хотят сделать со стеной? Теперь осталось вскрыть дверь. Они безумно неприятные, эти вороны. Прям... Особенно, если их очень много, то сложно от них будет отбиться. Очень даже. Вроде бы все. Интересно, мы поедем в Лос-Лейк, нет? Бухарь, это Дикон. Прием. Лагерь Лос-Лейк, меня слышно? Дик, Дик, это ты? Да, Бухарь, это я. Рад тебя слышать, брат. Я тоже рад. Короче, у меня мало времени. А тот научный центр, где работала Сара, рядом с Сарен Бьют, где упокоители, короче, ты понял, какое, в общем, здесь есть еда, много еды, кукуруза. Скажи, Рики, Майку, пусть пришлют кого-нибудь. Стой, ты ее нашел? Ты нашел Сару? Да, Бухарь, я ее нашел, да. Бухарь. Это, это охрененно, Дик. Когда привезешь ее к нам в Лос-Лейк? Нет, я долго объясняю, давай потом. Дик. Да. Скажи ей, скажи, берегите себя, хорошо. Бухарь. Бухарь, Бухарь. Вызывай, Лос-Лейк. Да забери, Лос-Лейк, Бухарь, с собой, чем? Черт. Лос-Лейк, прием. Рики, отлично, слушай. Дик? Да, да, это я. Короче, тут... Не ожидала тебя услышать. Майк сказал, ты не вернешься. У меня мало времени. В общем, тут есть... Ты ее нашел? Да, да, нашел. Рики? Я рада, Дик. Ты был прав, мы выжили. Хорошо, что и она тоже. Дик. Да, в общем, слушай, тут есть одна ферма, электричество, ограда под напряжением. Ага, я поняла. Если сюда приедете, спроси Бухаря, это где Сара работала? Рядом Сайрон Бьют, он знает где. Приезжайте, тут еда, тут много еды. Я поняла. Как он там? Он хорошо, хорошо. Угадай, кого мать поставила начальником охраны. Что, реально? Ага. Обалдеть, а... Можешь ему... Хотя, ладно, Рики, мне уже пора. Пока, Дик. Знаешь что? Подожди, подожди, подожди. Помнишь, ты сказала мне про свечку. В общем, ты была права. Я знаю. Конец связи. Пока, Рики. Сайн Джон, говорит Коури, где ты? Мой боец доложил, ты проехал через его пост у перевала Тилсон? Да, капитан. В Айрон Бьют есть научный центр. Саре, лейтенанту Уитекер, потребовалось кое-какое оборудование. И это единственное место, где его можно раздобыть. Она не выходит на связь. Полковник хочет знать, почему вы еще не вернулись. Скажите ему, что мы уже едем. Он хочет с тобой поговорить. Задрал он уже, реально. Нянька ему что-ли, или что? Он хочет поговорить, ему поговорить несколько, или что? Ты с ним поговорил? С Бухарем? Да. Да, да, сказал ему, что у нас все в порядке. И что ехать пора. Нам надо миновать перевал, пока погода не испортилась. И что думаешь? Не знаю, на вид дело плохо. Ну, что ж, попытка не пытка. Все, поехали. Интересно, они придутся, да, или они? Слушайте, прям буря. Они где-то в доме остановились, да? Переждать. Сейчас будет минутка романтики, да? Эй, иди сюда, поешь чего-нибудь. Да, секунду. Я вымокла до нитки. Извини. Я думала, что никогда не согреюсь. Да. Ты вроде хотела поесть? А есть? Да. Да, сейчас. Да. Есть ты не хочешь? Да, мне тоже. Замерзла, иди сюда. Не мимика, конечно. Топ. 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 такое ощущение что симпсоны запустил какая там симпсоны 4 что там примерно музычка чтобы напоминают и игрой не ошибся нет шутишь это должно случиться до нехорошая она ему нравилась эти покалечку не все так чисто она сказала что все драгоценности забирают и переплавляют но почему-то его кольцо не переплавить ухты бомба ситуационным подрывом подрывом прикольно заказные наклейки деталь знакомое лицо те же эти наклейки ребята кто смотрит напишите пожалуйста комментарии очень нужно где достать вот эти наклейки я так понимаю не клеят весь байк потому что я приезжаю к механику там наклейки только на бак где найти вот эти наклейки на весь байк буду очень благодарен спасибо больше пик вот это да это мы берем сто процентов а у меня еще одну очку на вы куда вот запас сил тоже возьмем я надеюсь но нам даст эффект который я хочу получить так ну типа все а нет вот кори да капитан капрал сэнд джон на связи возвращайся в штамм немедленно я жду тебя в лазарете в лазарете что случилось произошел инцидент я еду ну что еще лейтенант вы таки вы на связи сара сара ответь что ж такое инцидент что успел произойти закручивать то время что происходит капитан доктор хименеса убили что как кто этот подонок перерезал ему глупо тейлор он тейлор что-то видел все препараты пропали это моя вина я назначил его в лазарете нет нет я не об этом тейлор наркома ты знал хочу не важно уже нет ну все тейлор тебя гайки 0 что у нас ничего связано с тейлором нет куда блин ладно давайте вяжемся с бухарем ты не радиовышка солнце зашло не только на небе слушать речь капитан артуру хименес наш док скончался его отняли у нас накануне нашей поднимемся на сцену капитана хименеса убили злодейский лишили его жизни его кровью и поныне пропитана палатка где он трудился день ото дня поднимая на ноги больным было особо не брать трагедия не в том что хороший человек погиб зря хотя это вызывает у меня неподдельный скорбь трагедия в том что он был незаменим он был единственным врачом среди нас а может и во всем мире теперь я осознал какую огромную ошибку мы совершили мы наполнили наш ковчег книгами семенами дисками медицинскими журналами и энциклопедиями этого у нас но кто теперь по окончании войны научит нас ими пользоваться журналы можно что жестикуляциями можно заменить и очень нашего единственного врача заменить неким я пойду оплакивать давай отлично отлично поехали про девушки мы повесь повысили уровень доверия теперь мы можем заехать вот сюда дикон капрал сан-джон рад видеть привет я понял бесполезный механик поймал даймонд лейки только можно ближайший лагерь но такое немножко непонятен мне смысл и по просто заправиться и починить до принципе окно улучшение и все такое нет это лишнее капрал сан-джон вызывает капитана каури прием еще бы местный бодибилдер да и вроде говорил что хочет податься на лыжную давайте немножечко пообщаемся какой ты молодец давай а так ой так ты читер еще один трофей ухо громила ну такое уже не так страшно конечно когда их несколько и от колбансов прости брат ты коп 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 заткнись уже прошу только не проповеди пол гонда а че-то у нас зона зараженная ухты их там норм так и сейчас ни хрена себе то не наверно пока рановато мне туда можем делать вот так а там 2 давайте 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 вот сюда и посмотрим эти стимуляторы скрытая 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 конечно нужен ну я так понимаю здесь наверно да вот это наверное нам не нужно это будет лишним ага я понял туда что ли топливо а ладно как нам попасть внутрь вопрос вопросики вопросики опа на что это такое свеча зажигания а я вспомню генератор бона топливо дайте угадаю нет топлива разумеется ну так а ты чтоб сказку попал что ли суши и по шаблону все стандартно еще одно суши и зажигание отлично это кто-то недалеко это думаю тоже в этом не нужно лекарственные травы а вот он наконец-то я еще не струк а надо не забыть что здесь есть хилка то бишь сейчас они все сюда сбегутся до сбегаются очень хоть ведь и здоровье с помощью технологии нера увеличить запас сил улучшает концентрацию с помощью технологии болен давайте концентрация это чтобы глаза не слипались точку точку так ну я так понимаю это все на пора ну не сказал бы что нам прям пора так 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 оба вот это я конечно на байк валим но не все так просто как хотелось бы вот так вот тут вот так а теперь вот так вот так бум так парни руки 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 что ты что диком чуть-чуть диком ты конечно как то так и 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 подожди ребята подходи дорогой я тебя не звал выключаем просто сразу выключаем без разбора валим отсюда вот это не очень получилось конечно посмотрите правдами неправдами но мне в любом случае нужно туда по-другому я не смогу попасть и и и и и и Топливо, прекрасно. Никогда нам не помешает. Надеюсь, достаточно высоко. Ну, давайте наберем Бухаря. Бухарь, это Дикон. Ответь. Лагерь Лос-Лейк. Меня кто-нибудь слышит? Дик? Дик, это ты? Тебя почти не слышно. Связь прерывается. Ты где? Не поверишь, у Крейтер Лейк. Слушай, я... А тебя слышать, брат? Я думал, может, ты собрался обратно. Нет, пока нет. Тут все сложно. Слушай, я просто... Ну, просто хотел узнать, как там у вас дела. Хорошо, у нас все хорошо, Дик. Ни за что не угадаешь, кого старик назначал начальником охраны. Тебя, что ли? Ага, меня. Наверное, я подумал, раз у меня всего одна рука, и проблем будет в два раза меньше. Ну да. В общем, я просто хотел узнать, как ты. Спасибо, я рад с тобой пообщаться. Да, я тоже. Прекрасно. Ну что, давайте спустимся, заправим байк. Вот эти фрики. Такое ощущение, что они прям вот-вот, прям здесь где-то. Вот так. Пушкина топлива меньше тратится. Это поправимо. Нормально. Отлично. Так, ну на этом я прилегаю закончить данную серию. Мы узнали историю происхождения вируса, где он был создан, кто работал над созданием этого вируса. Это уже значительно открывает нам картину, что здесь произошло. И, как говорится, откуда ноги растут. Ну, вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и пишите комментарии. Комментарии я читаю. Сразу скажу. Для людей, которые думают, что я их не читаю, если я даже не ответил на комментарии, я на него отреагировал. Если я отреагировал, это означает, что я его прочитал, я учел ваши пожелания. В любом случае, спасибо, что пишете, спасибо, что смотрите. И... И увидимся с вами в следующей серии. Пока.